В ходе оперативно-профилактического мероприятия вместе с сотрудниками БЭП мы решили вот эту фальшивую купюру довольно среднего качества всучить работникам прилавка. Посмотрим, окажется ли она в кассе. Торговые точки для посещения стражи порядка выбрали не наобум. В списке только те магазины, где продавцам уже случалось пропустить фальшивку. И похоже, работа над ошибками не сделана. В первом же супермаркете подделку у сбытчиков приняли сразу на двух кассах. Если бы вы взяли у настоящих сбытчиков фальшивые деньги, с вас бы потом взыскали, наверное, эту сумму? Да, да. То есть это вот сейчас мы вас наказали бы на 3000 рублей, да? Да, да. Каждый кассир должен знать на зубок все признаки защиты банкнот. Однако некоторые из них продавцам похожи в новинку. Это полицейские выяснили, входили к БЕЗа с персоналом. Вот я беру и я вижу. Вот они. Р, Р. Вот на этом поле. А, все. Видел. Ноготочком потерли, краска слезает, значит, это фальшивая купюра. Потому что на настоящих купюрах краска способом прессования наносится, чтобы к туры бумаги. В следующем магазине той же торговой сети номер с фальшивкой у проверяющих не прошел. Банкноту продавцы тщательно изучили и признали поддельной. Ленточка вот эта, которая блестящая. Вот она ныряющая полоса, да, вас смутила? А чем она смутила вас? Ну, она не напечатана, а именно как будто вставлена. Что вам положено делать в такой ситуации? Вызывать администратора. В магазине номер три фальшивку также обнаружили. Олеся Михайловна, вызываем, наверное. Впрочем, вызывать никого не пришлось. Полиция уже тут как тут. Вот этот значок должен переливаться. Однозначно должен быть серебристый. Он должен был зелененький такой переливаться. Пока сотрудники магазина радовались своей прозорливости. На другой кассе случился конфуз. Продавец принял фальшивку от сотрудника БЭП. Счет стал 1-1. А какая, тысяча была? Да. Именно потому, что работники прилавка бдительность проявляют через раз, говорят полицейские криминалисты, статистика по фальшивкам за этот год взлетела почти на 40%. Основную долю из выявленных подделок составляют купюры номиналом 5000 рублей образца 1997 года. Реже встречаются тысячные, двухтысячные купюры, но тем не менее они есть. Полицейские предупреждают и продавцов, и покупателей. Предновогодний ажиотаж в магазинах и на рынках сбытчики фальшивок непременно постараются использовать в своих темных целях. И тот, кто к деньгам будет невнимателен, под праздник останется на мели. Иван Суверин, телеканал Первый областной.